Загородный лагерь Это сложный, отлаженный по всем пунктам механизм Балансированное питание наши дети получают в лагерях Потому что только там у нас есть и перспективное меню Рассчитанное по колоражам, по белкам, жарам и углеводам И хочу успокоить родителей, что так как питаются дети в наших лагерях Что в городских, что в загородных, дома они не питаются Первый пункт всех проверок – столовая Требования к этому месту самые суровые Здесь пять раз в день дети набираются энергии Поэтому должно быть и вкусно, и чисто, и полезно На сварочный зал, конечно, не пускают У нас нет специальной одежды и санкнижек Но судя по чистоте и доносящимся оттуда запахам Это помещение проходит всякую проверку Продукты здесь используют самые свежие Их привозят каждый день Белки, жиры и углеводы в балансе В лагере работает диет-сестра Которая формирует рацион нужной калорийности А в случае аллергии заменяет продукты на аналогичные по энергетической ценности На полник, там, может быть, какие-то разные кексы И на второй ужин, может быть, даже кефир Я люблю кефир Здоровье зимой закладывается летом Летом, да, летом Это закаливание, это солнечные ванны Это действительно ровное питание Без лишних веществ, которые не нужны в детском питании И вот месяца в лагере хватает Должно уходить 21 день Это довольно-таки хороший срок В медпункте иммунитету прибавляют дополнительных сил Например, фито-чаем с ромашкой и цветочным медом Чувствуешь, как силы прибывают? Да Следующий вопрос Как живут дети? В лагере имени Олега Кашевого примерно по 6-8 детей в комнатах Делаем ремонт в корпусах Покупаем новую мебель Шьем текстиль, все новенько Могу проводить экскурсию в корпус, вам показать Работа над корпусами – самая сложная подготовки лагеря к сезону А то, что не входит в обязанности строителей, берут на себя дети Что напоминает дом? Игрушки из дома Уют, тепло То, что здесь тоже добрые, вожатые Да, как мама и папа И то, что если даже по ним скучаешь, то вожатые тебя поддержат Кажется, что здесь считают главным врагом детского лагеря свободное время Никаких гаджетов и телевизоров Дети проводят время с друг другом на свежем воздухе Когда мы в первые дни заехали, уже казалось, как будто мы скоро уедем Потому что мы столько всего делали за день, сколько мы делаем за весь свой день дома И поэтому нам так казалось, что вот завтра мы уже уезжаем Время в лагере проводят исключительно с пользой Эти дети уже смело орудуют электролобзиком и стамеской Так ровно резать умеет не каждый взрослый Детей обучаем Правильная работа, держать инструмент, ничего не бояться Некоторые инструмент взяли в руки впервые На этой смене дети делают полезные вещи для дома, природы или игры У девочек отношения с деревом складываются лучше Расскажи, что делаешь? Я делаю меч А для чего это меч? У него есть волшебные свойства? Ну, пока я еще не знаю Может, он будет молниями стрелять Всю смену в реальном мире дети только едят, спят и занимаются в кружках В остальное время они живут в мире воображаемом, который придумали для них педагоги Веру в иную реальность поддерживают вожатые Перед началом смены они прошли обучение в школе подготовки В наше племя! Весь наш лагерь – это остров Дети – это жители острова Вожатые – это хранители острова Главная задача – это создание ордена самого острова У нас впереди конкурс военной песни Надо в их вступить хорошо, взять первое место, чтобы взять больше ресурсов Чтобы прожить дни Загородные лагеря регулярно проверяют сотрудники администрации и ведомственные службы Чаще дают советы, чем фиксируют нарушения Это позволяет вожатым и детям оставаться в придуманном мире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин